Итак, мы ждем боя Грейси-Бенедикт. Посмотрим пока на Хэнсо Грейси и на Филу и Бенедикта. Поклонников еще не поставили в известность о том факте, что Вэйл не будет продолжать. Но серьезный вопрос здесь, покажет ли себя Бенедикт с хорошей стороны. Совершенно верный вопрос. Я думаю, что против Грейси он будет способен на слишком многое, хотя у Грейси слишком большой опыт. Посмотрим на Грейси в первом бою, что он там сделал. Человек, которого трудно остановить. Очень хитрый и умный боец. Возможно, состояние его не самое хорошее, но это очень толковый стратег. Победа над Спайкерсом, который сдался, как я уже говорил. Я надеюсь, больше Грейси так себя не поведет, как только что вы видели. И так предоставляется возможность увидеть, как на ринг выходит Хэнсо Грейси. Вы знаете, что интересно? Мне кажется, звуки Фан Суар ему уже наскучили. Он вынул изо рта резинку, повернулся, улыбнулся в камеру. Весьма показательный жесть. Мне кажется, уровень его интенсивности выше, чем у остальных. Без всякого сомнения, он сосредоточен на победе. Мало того, что он защищает свою репутацию, он защищает репутацию своей семьи. Я уже говорил, любопытно. Смотря на него, я вспоминаю Сонни Листон. Совершенно верно. Хороший прием. Полная сосредоточенность, сфокусированность, сконцентрированность. За ним следом. На арену выходит Фил Бенедикт. Нос его все еще травмирован, но здесь я вспоминаю, что у него сильные преимущества. Бой длился меньше минуты, поэтому он совершенно не устал. Паре совершенно не будет представлять проблем. Это ерунда. Тома же упомянула, что Грейси как акула. Он видит кровь, немедленно бросается на нее. Думаете, он воспользуется своим преимуществом? Несомненно. Посмотрим на сводку статистики. Грейси против Бенедикта. Бенедикт весит больше на 20 фунтов. Но здесь скажется длина рук и ног. И здесь преимущество у Грейси. Он более гибкий. Совершенно верно. Грейси максимально использует свои ноги. Наравне с руками. Дон Хиггинсо. Дон Хиггинсо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Какая возможность для Бенедикта? Вот смотрите Матч Кажется идет на равных, хотя определенно нет Фил Бенедикт внимательно смотрит Он борец, он этого только и ждет По ходу матча мы видим, как Фил Бенедикт, я уже говорил Начинает задыхаться, он тяжело дышит, он исключительно сильный, нервничает и выпускает ошибки Уже достаточно рано Я уже удивлен, что они так долго проводят время на ногах Бенедикт считает, что он сильнее И будет пользоваться этим преимуществом Посмотрим, сумеет ли он нанести серьезную травму Рензо Еще раз интересно, был ли такой план у Грейси? Берите использование ног Использование ног в процессе впадения и преимущества Вот это область деятельности, сфера деятельности Хензо Грейси Сейчас он попал на свою любимую территорию Спортсмену в лежачем положении не следует пропускать столько ударов по затылку Дальнее могут возникнуть проблемы Хензо Грейси перешел в позицию на земле Где он особенно силен Для него открываются многочисленные возможности удышающих приемов Болевых приемов на шею и на руки Посмотрите на ноги Грейси, они скрещены Вот почему Бенедит не может встать Совершенно верно В этом и смысл бразильского джиу-джитсу Там работает все тело без исключения Он должен выпутаться, как видимо он не пускает в ход ноги Но еще раз Энергия Грейси Приносит ему успех Вот и позиция Грейси особенно силен Бенедит не может ничего сделать ногами Просто не может И на этом все Совершенно безжалостный человек Хензо Грейси Не останавливается ни перед чем Молодежь всегда считает, что мышцы выигрывают Ничего подобного Техника в приемах Грейси превосходит всех Как видим, лицо у Бенедикта Это кровавое месиво Две минуты восемь секунд Фелл Бенедикт, наверное, немного расстроен Но что же он мог поделать, Тон? Как видите, еще раз Потрите за движением ногами Вот подсечка Потом хук И вот ключевой момент Вы уже указали На мысль о том, что Ноги пересечены под Бенедиктом И тот не может ничего поделать Абсолютно верно Хензо перешел в позицию сверху Он не может ни о чем подумать Кроме того, чтобы Удержать эту позицию Потому что это его самые сильные Он побеждает Кругля захват шеи Грейси не слишком выдыхается Совершенно верно Он просто сидит, вроде как отдыхает А Бенедикт в этот момент напрягается Хорошо, переходим к Джону Хиггинсона Леди и джентльмены Победитель полуфинального матча В категории борцов Две минуты восемь секунд Время матча Выигрыш сдачи соперника Выиграл Хензо Грейси Грейси выдающийся спортсмен Хотя его отношение на этот раз было немножко другое На этот раз я уже спрашивал Насчет того, что 450 от Джимани не помогли Совершенно верно Желание Грейси, желание выиграть Это их семейная традиция Более чем все, что бы то ни было в матче добиться победы Заставило его выиграть Хотя он очень умно использовал ноги Все его тело работает очень хорошо Техника очень впечатляет У меня всякого сомнения Бразильское джиу-джитсу требует Замечательного баланса Спасмены хорошо подготовлены Они выжимают все, что можно из всего Рэй Хочу задать стандартный боксерский вопрос Как насчет боксерских выпадов против Грейси? Могут ли боксеры победить? Конечно, могут Но пока что это никому не удавалось Когда ты приходишь на ковер Здесь начинается смесь элементов И когда ты падаешь на ковер То тут боксера уже ничто не спасет Ричард сейчас дает вопросы Хэнзо Хэнзо, мы знаем, что Вы удобно себя чувствуете на земле В классической позиции Которую хорошо знают спортсмены джиу-джитсу Но вы наносили удары руками Я много тренировался сейчас Люди считают, что Члены семьи Грейси плохо дерутся Нанесут удары руками Я это делаю темнее Но все равно вы закончили бой в классической позиции Лежа И кажется, на вас не сказалось Его физическая сила Сила рук Да, я чувствую себя как перышко Когда оказываюсь сверху Но я считаю Что стиль бразильского джиу-джитсу И мой опыт Борьбы в портере Помогут мне Стабилизировать ход поединка Спасибо Я так смотрю Кажется, у вас настоящий праздник Нет, ничего подобного Мои спортсмены крепкие люди Видимо, кажется легким Потому что я хорошо подготовился Поздравляю еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!